Открывается Здравствуйте, дорогие друзья! Да, прочитаешь вот такую историю, и только диву даешься. Ну, как у этих писателей так получается? Сама история, так сказать, и яйца выеденного не стоит. А начнешь читать, и остановиться не можешь. Увлекает, да еще кое-чем и поразмыслить заставляет. А какую историю я вам говорю? Об истории, которая произошла в маленьком городке. Впрочем, не буду пересказывать, а лучше прочту. Итак, жил-был в одном провинциальном городишке чиновник. Городишко был из тех, о которых говорят. Небольшой званием, полтора дома да табличка с названием. Ну, конечно, домов там было поболее, а вот чиновников и вправду раз-два и обчелся. А потому приходилось нашему чиновнику все вопросы решать. И торговые, и земельные, и строительные. Работу свою он старался делать на совесть. А потому его очень уважали и шли к нему с утра до ночи, без передыху. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Выправим ваши документы по всем правилам. Все, все. Завтра будут готовы. Следующий, прошу. Никого. Ну и хорошо. Я хоть перекушаю. Время-то уже. Время-то сколько. Так, что мне тут? Женушка-то собрала. Ай, красота. М-м-м, курочка. Капустка. Картошечка. Да. Ребушек. О, у меня же еще квасок. Ну, прямо королевская трапеза получается. Так, как же я поголодался, да? Ну, приступим. Так. Прости, Степан Трофимович, что без сантиментов не стучать, но дело-то государственной важности. Не дают мне баржу. Как? Как? Баржу не дают? Так это ж... Это ж государев заказ. А я про что? Говорят, документ у меня не тот. Я из-за них с раннего утра, не евший, не пивший, как угорелый. То тюки пересчитывать, то подводы собирать, то с бумажками ентями, тудыть-сюдыть. Еле живой. Иван Кузьмич, давай сюда свои бумаги. Перекусить недосуг. Давай, разберёмся сейчас. Всё здесь. Не переживай, сейчас разберёмся. Так, так, ладно, и ведусь. Ну, ты, батюшка, разбирайся, а я пойду быстренько в какую-нибудь харчевню, хоть кусок хлеба с кваском перехвачу, а то я это ж не мысль. Эй, погоди, погоди, любезный. Я без тебя не обойдусь. Подпись-то кто за тебя ставить-то? Так и поесть-то когда? На, вот, садись на уголок, да поешь. Всё, всё свежее. Степан Трофимович, ты прям отец родной. Ну, а сам-то отобедал? Ладно, ладно, успею. Ну-ка, давай-ка, вот, иди, иди. Поставь-ка здесь вот свою заколочку. Вот, вот тут, вот тут. Здесь, а? Осторожно, не заляпай ты государственные документы. Так, подожди. Хорошо, вот тут, вот тут, вот тут. Так, и вот здесь, вот, вот здесь, вот надо это. Да, да, всё, всё, дальше я сам. Всё, давай, так, так, поешь. О-о-о-о, так. А, ты уж, извиняй, Степан Трофимович, но нельзя ли глоточек кваску? Так, почему же нельзя? Конечно, хлебни. Ой. И квасок у тебя. Ой, прелесть. Не оторваться. Вот, Иван Кузьмич, все твои бумаги в порядке. Если они будут опять с баржами дурить, ты им острогом пригрози. Да мне дай знать. Не изволь беспокоиться. Тут же сообщу. Давай. Спасибо тебе за хлеб, соль. Да. Я побегу. Да не знаю что. Беги, беги. Ну, вот и перекусили. Ну, ладно. Дело превыше всего. О, пирожки, пирожки. Мне ж, Глафира, ещё пирожков. Состряпать успею. Дело превыше всего, но голод не тётка. Вот пирожками я перекушу. Господин начальник, господин начальник, вы тут заглавного? Ну, я. Ой, вы как раз мне и нужны. Выручайте. Я из Зайцева, от Луки Лукича. От кого? Это землемер наш. Он мне говорит, лети, Симка, неси бумагу и прямо к Степану Архиповичу. Может быть, к Степану Трофимовичу? А, точно, Архип Трофимовичу. И говорит... Да не Архип, а Степан. Да. Ой, простите, Степан Архипович. И говорит, только вы можете справедливость устроить. А то у меня огород-то отбирают. А если отрежут на дел, нам что, с детишками кушать не надо, что ли? Ну, погоди, погоди, не тараторь. Кто отрежет? Что? Да сосед! Ой, подождите, вы знаете, у меня тут документы есть. Вот тут как раз в документах все и написано. Очень хорошо. Сейчас я вам... Так, это не то. Вот. Вот документ. А вот это вот от Луки Лукича. Я бы сегодня встретила, как корову погоняла. А он мне говорит, лети, Симка. А у меня с утра даже маковой рясинки во рту не было. Дел так лучше всего. На, угощайся пирожкам. Ой, спасибо. Спасибо. Ммм! Славные пирожки там. Само пекли? Да, не хватало мне еще пирожки самому печь. Так. Вот так. Ну и мудрец, сосед ваш. Он что, на каторгу захотел? За подлог? Думаю, нет. А иначе, зачем он дом расстраивать стал? Так, вот что. Вот тебе государственный документ. Угу. Никто у тебя ничего отрезать не будет. Вот тебе. Держи. А Луке Лукичу привет, поклон, зародение. Угу. Придам. Иди, можно идти? Иди, иди. Иди. Я еще к своей самодельнице зайду. Она у меня теперь городская стала. Спасибо за угощение. Да, пожалуйста. Дай Бог вам здоровья. На то я здесь и поставлен. Как проголодалась-то, а. Хорошо, что я пирожки съесть не успел. Займусь реестром. Пока народ никого. А на голодный желудок и работается легче. И чиновник занялся своей работой. Но вскоре... Ты, мужик, обтискиваешься, не видишь у меня дела. Ну, Чипа, подожду. Твои дела. Нет, что дела важнее человека. Только и думать можно, как и в своих делах. Чтобы об Архив Степановича подумал бы, а. Степан Трофимович я. О, а еще меня учить вздумала. По сторонись. Да с вами по сторонись, да я пройду. Да после меня только пройду. Да что вы там шумите-то? Что случилось? Давайте, выкладывайте порядку. Иван Кузьмич. Что там? Да что тут говорить, Степан Трофимович? Ты пообедать-то успел? Да куда там? Вот дел по горло. Тогда гони всех этих посетителей. А то что ж получается? Меня накормил. А тебе кто заботиться будет, а? Подождите. Так вы этого бородатого тоже кормили? Кузьму Ивановича. Иван Кузьмич, я. Ну да, я так и хотела сказать. Тебе что, девица-то красавица? Ой, ну скажите, красавица Степана Архивовича. Степан Трофимович. А, ну вот я вот это и хотела сказать. Пирожки у меня. От своячницы. Горяченькие. Она принялась печь, когда я пришла. Откушайте, пожалуйста. Господин начальник, не пообрезгивайте. Ай, девица-молодца. Ну, я к баржам помер. Ой, и мне вертаться пора. Вы кушайте, кушайте. А то все о других думаете. А о себе когда? Кузьма Иванович, прошу. Ты, Иван Кузьмич, я. А я только говорю. Прошу. Да. Спасибо. Спасибо. Вот те раз. Не было ни гроша, и вдруг толтын. А есть жуть, как охота. Вот, друзья мои, такой замечательный чиновник. Отдал свою еду тем, кто был голоден. Проявил заботу и любовь. И люди позаботились о нем. Вернули, так сказать, сторицей. Добрый поступок всегда вызывает добрый отклик в душах других. Правда, в нашей жизни не всегда бывает так, как в этой дивной истории. Не всегда, к сожалению, на добро отвечают добром. Нередко вовсе никак не отвечают. Но, знаете, это не должно нас печалить. За добрые дела нас ждет особая награда. От самого Господа. Ведь, совершая добрые дела, мы становимся Его верными помощниками. Вот, дорогие мои. До новых встреч. Ангелы вам всем, Хранители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!